Поехали кто тут и начнем оттуда. Сами начинаем. Впервые на льду легендарной хоккейной коробки поселка Горки-10 звезда отечественного спорта. Серебряный призер Олимпиады в Нагана, двукратный чемпион мира, капитан сборной команды России Алексей Морозов. Дает мастер-класс воспитанникам спортивных секций. Три года назад Алексей завершил карьеру и занялся работой с молодежью. Первое знакомство началось с АЗОВ, катания, обводка. Умение обыграть соперника не только клюшкой, но и движением. Всему этому Алексей, подобно местной ребятне, учился также на открытом льду. Да, в дворе у нас на Красноярске, где я жил в Москве, была коробка, которую мы с родителями сами заливали, шланг таскали из подвала. И заливали лед, чтобы на следующий день нам выйти после школы и поиграть. С нами и родители выходили, играли. И там млад и стар, все играли, сбивались на две команды. И я думаю, что очень много мне вот это время дало, потому что много проводил на льду и набирался техники. Дворовый хоккей – игра для всех и каждого. В горках десятых этот вид спорта определил будущее многих ребят. 35 лет назад здесь был создан хоккейный клуб «Снежинка», который уже во взрослом составе готов принять сборную команду главы Одинцовского района Андрея Иванова. Перед началом – дружественное приветствие. Свитер от Одинцовской дружины и шарф с логотипом «Снежинки» для Алексея Морозова, которому предстоит играть в составе Одинцовской сборной. Русская классика началась с классического сценария. Первыми в ворота соперников атаковали хозяева льда. Шайбу забросил игрок «Снежинки» Сергей Дробышев. Я им просто сказал, я говорю, ребята, вы все знаете, как играть. Я говорю, самое главное, я вам просто подскажу, что меняйтесь почаще. Такой бойкой начало только раззадорило гостей. В ответ полетели шайбы не одна, а целых четыре. Одинцовские хоккеисты шли в отрыв так стремительно, что даже зрители не успевали загибать пальцы от количества пропущенных «Снежинкой» шайб. По уровню игры Одинцов, конечно, выше, я вот смотрю. Единственное, что поможет, поможет, это, не знаю, чудо только, а не совыше. Присутствие Алексея Морозова в команде соперников как-то психологически оказывает на вас давление? Да, наоборот, мне кажется, даже только больше как бы дает стимул играть лучше. И присутствие такого человека как бы подстегивает. В третьем периоде хозяева разыгрались. Возможно, сказалась поддержка трибун, на которых бойко гудели болельщики. К встрече с командой из Одинцова готовились не только спортсмены из хоккейного клуба «Снежинка», но и ребята из фан-клуба. Мне кажется, «Снежинка» просто выиграет. Сильные стороны команды «Снежинка» какие? Я думаю, это уверенность в себе и организованность, стремление к победе. Фан-клуб «Снежинки» появился два года назад. Команда с 35-летней историей возродилась в 2010-м и сразу стала завоевывать спортивный трофей в любительских турнирах. В 2013 году хоккеисты из поселка Горки-10 стали чемпионами Одинцовского района, а в 2014-м завоевали бронзу. Однако сборная главы в этот раз оказалась сыграннее, держалась увереннее и тактически превзошла соперника. Мы залили перед новогодними праздниками, перед каникулами детскими 50 вот таких ледовых арен по всему Одинцовскому району. Плюс у нас в городе Одинцово на центральной площади на нашем известном пруду Баранка также был лед. Он до сих пор поддерживается. Мы чистим эту площадку. Мы стараемся сделать из Одинцовского района центр зимних видов спорта. И пока все идет по плану, нам это удается. Товарищеский матч хоккейного клуба «Снежинка» и сборной главы района завершился со счетом 5-7 в пользу гостей из Одинцова. Четыре шайбы «Снежинка» смогла отыграть, но до товарищеской ничьей не дотянуло. Хоккейные баталии завершились, но Одинцовскую сборную с Алексеем Морозовым уже ждут в старом городке. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».